Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Захаров, генеральный директор строительной компании «Капитал. Строитель жилья». Александр Иванович, здравствуйте! Добрый день! Разрешите вас поблагодарить за то, что вы нашли время, пришли к нам на интервью. Вот расскажите, пожалуйста, у вас сейчас строятся дома по новым технологиям, смарт-квартиры появляются. Расскажите, в чем их преимущество и в чем вообще смысл главный? Мы сейчас с вами живем в преддверии праздника Петра и Феврония, тот, который пропагандирует семейные ценности в нашем обществе. И я хочу сказать, что прежде всего смарт-жилье – это то жилье, которое предназначено для молодых семейных пар, уже созревших семей. Это то жилье, которое сплачивает вокруг определенного ядра в нашей квартире, это вокруг гостиной, семью. Это тот формат жилья, который дает дополнительные возможности при весьма скромном бюджете. Когда мы говорим с вами о смарт-жилье, что оно дало нам на самом деле прежде всего? В чем его основная идея? Это то, что оно спланировано таким образом, что нет, абсолютно нет бесполезных квадратных метров. И в результате получается в формате 44 метров, ну то, что формат обычной однокомнатной квартиры, мы получаем с вами квартиру со спальной и гостиной 22, 23, а то и 24 квадратных метра. И вокруг этой гостиной рождается жизнь. Формат смарт-жилье, который подразумевает отдельную спальню, где будут отдыхать члены семьи, да, то есть там муж с женой. И появляется гостиная. Эта гостиная, как раз она и будет выполнять свою изначальную функцию, да, то есть это совершенно небольшая кухонная зона, как правило, у нас занимает около 3 квадратных метров. И гостиная 20 метров оставшаяся, которая действительно гостиная, где стоит телевизор, где люди общаются, кухонность, где стоит общий стол, где люди общаются, куда люди приходят в гости. А спальня это место уединения, и она предназначена только для того, чтобы быть спальней. Все. И мы в результате получаем в формате 44 квадратных метров по старым канонам полноценную двухкомнатную квартиру из-за отсутствия нефункциональных зон, из-за особой планировки, из-за особой инженерной подготовки. Поэтому я считаю, что то, что мы привели на Рязанский рынок где-то 2 года назад, да, и мы первые, кто это начал делать, произвело действительно революцию в строительстве, жилья именно, да, и к чему это привело? К тому, что в нашем городе, например, на сегодняшний момент уже новые проекты по-другому никто и не строит, только смарт-жилье. За то время, которое прошло с тех пор, мы все равно идем вперед, мы идем вперед с точки зрения еще большего, еще большей модернизации, еще применения новых строительных материалов, применения новых технологий. И в конце концов, то есть за эти два года мы накопили огромное количество наработок, которые можно охарактеризовать как новый качественный скачок. То есть это смарт-революция 2.0. И это действительно не улучшайзинг уже, это уже качественный скачок вперед. Наши сегодняшние программы и наши сегодняшние объекты, которые мы строим, они строятся только в этой технологии смарт-2.0. Вкратце я могу рассказать вам о следующих улучшениях, которые являются кардинальными. Первое. Я начну. Вы знаете, то есть у нас есть позиции трех кругов, которые мы для себя выработали, и во всей этой позиции трех кругов мы для себя видим очень важные вещи, которые касаются улучшения жизни людей. Третий круг. Это грамотное позиционирование жилых комплексов. Необходимо, чтобы было рядом детские сады, школы. То есть инфраструктура. Та, которая необходима для жизни семьи. Магазины, гипермаркеты, спортивные центры. Например, наш новый проект «Бульвар оптимистов». Это за гипермаркетом «Глобус». Рядом два гипермаркета, фитнес-центр. Огромная территория, которая предназначена для занятий спортом любым причем. Там люди могут ходить, бегать. Мы прокладываем велосипедные дороги. И нанизываем все это на бульвар. Вот таким образом на нашей территории мы уже выделили землю под детский сад. И рядом с этим, как раз с нашим кварталом, строится школа на полторы тысячи мест. Она сейчас участвует в конкурсе. Мы надеемся, что все произойдет правильно. И в следующем году эта школа уже заработает. Она будет построена. Точно так же такой оптимизм нам дает наши предыдущие проекты. Например, наш смарт-квартал на Солочевском шоссе. В первую очередь, которую мы сдаем в этом году. А вы его, наверное, многие рязанцы его видели. Это дом со смайликом. Который рядом с северной окружной дорогой. Да, он радует действительно многих. Да, да, да. То есть, ну, действительно это было. Мы, в принципе, очень хотели порадовать горожан. И придумали такой знак. Этот смайлик провисел всю зиму. Потом мы его превратили в восьмерку на 8 марта. В общем-то, на мой взгляд, по откликам многим понравилось. Так вот, там у нас целый квартал рождается. Мы землю под детский сад выделили еще два года назад. И сейчас активно идет строительство детского сада. И уже до конца этого года, скорее всего, ребятишки уже будут там ходить в этот детский сад. Мы очень на это надеемся. То, что жизнь идет вперед. И это обязательно происходит. Второй круг. Это то, что происходит у вас непосредственно рядом с вашим домом. Это детские площадки, спортивные площадки. Это прогулочные зоны, зоны для отдыха взрослых. То есть, это очень важная составляющая. Мы к ней подходим очень-очень тщательно. Опять же, те рязанцы, которые видели наши проекты, они могут убедиться, приходя на любой из них, в том, что то, что мы делаем, это великолепно. Я не боюсь этого слова. Мы строим на сегодняшний момент, вместе со второго очереди дом на Гоголя, смарт-дом на Гоголя, а это смарт-2.0, мы строим там маленькую мини-набережную, где будут люди загорать. Сейчас там идет строительство игровой площадки. Волейбол, баскетбол, мини-футбол. Мы строим там веревочный городок. Это для подростков, наверное, самое оно, то, что нужно. Да, однозначно. То есть, не для самых маленьких площадок, они есть действительно во многих дворах. Да, но это вот, это как бы продолжение. Причем, я считаю, что то, что мы можем дать, мы обязательно это дадим и сделаем. А то, что касается, вот опять же, если мы возьмем с вами бульвар оптимистов, там у нас, мы закладываем на сегодняшний момент три огромных детских спортивных площадки общей площадью около 2,5 гектаров. То есть, это огромная площадь, которая нанизана на пешеходный бульвар. То, что касается в смарт-квартале на Солочинском шоссе, опять же, про смайлик, там 1,4 гектара. И это уже на сегодняшний момент, если в смарт-квартале оптимистов это все-таки план, то это уже реализация. Это уже то, что делается именно сейчас. Конкретно в данный момент. Да, да, да. И мы приглашаем обязательно рязанцев посетить, посмотреть. Приходите, посмотрите. Тем более, что у нас есть такая штука. Да, да, если вы посмотрите, придете к нам на экскурсию, то вы получите премию. За то, что мы заплатим вам за то, что вы посмотрите то, что у нас есть. Третье, это то, что касается... Самое главное. Это то, что потребовало, во-первых, наибольшего количества расходов, и то, что действительно делают жизнь удобнее. Первое. Это входные группы без пандусов. С одной стороны, да, мы можем сказать, да, это хорошо заходить без ступеней в свой подъезд. А ведь дело в том, что очень не у многих людей есть такой опыт. Потому что только сейчас появляются входные группы без ступеней. А на самом деле это делает жизни легче не только людей с ограниченными возможностями. Хотя для них это действительно здорово. Жизненно необходимо. Жизненно необходимо, да. Но это делает жизнь легче мам с колясками. Это делает удобнее жизни людей пожилых, у которых физические кондиции уже... Им тяжело передвигаться по этим вещам. Тем более, что, представляете, у нас же есть все-таки зима, снег. Это отсутствие дополнительных травм. Свет – прозрачные входные группы. Видеонаблюдение во дворах. И при входах домов. И вот вход без ступеней – это очень-очень приятная вещь вообще для всех. Потому что все мы ходим с вами с сумками из магазинов. Мы все рано или поздно завезем туда мебель. И все эти вот маленькие такие вещи, они превращаются в гигантский комфорт. А потом дальше. В самой квартире. Ну, то, что мы отделываем подъезды общего пользования великолепно. И не жалеем на это денег. Это здорово. Но, когда мы говорим, потом мы входим с вами в квартиру. Обязательно при высотном домостроении у нас, как правило, 3-4 лифта в подъезде. То есть, это удобно. Это здорово и быстро. Потом все оборудование, которое мы ставим в квартире, менять не надо. То есть, ну, обычная схема. Приехал, новостройка, дверь выбросил, батарею выбросил. Ну, выкупил. Да, не надо ничего этого делать. Потому что двери у нас стальные. Как правило, от 1,2 до 1,4 миллиметра стали. То есть, качество сразу же видно. Качество сразу же видно, да. И менять их не надо. То есть, это дверь, которая прослужит долгие годы. И та дверь, которая действительно... Шумы не пропускает. Наверное, тоже у многих как раз вопросы с шумоизоляцией. Она с шумоизоляцией. Да, все это так. Потом дальше. Отделка white box. White box – это идеальная стяжка. И отшпаклеванная стена. Поэтому, когда вы делаете ремонт, вы тратите гораздо меньше денег. Но человек, который покупает у нас квартиру, здорово сэкономит на это. То есть, он знает, за что он платит. Да, конечно. Для того, чтобы поклеить обои на нашу стену, нужно просто взять шкурку и все. Зашкурил, клей обои. На нашу стяжку не нужно ничего дополнительного. Ты можешь сразу же постелить ламинат, паркет. То, что ты пожелаешь. Ковролин, то, что тебе нравится. Вот, дальше. Вещи уже идут несколько более дорогостоящие. Мы для себя делаем те планировочные решения, которые мы считаем идеальными. Но сколько людей, столько и мнений. В большинстве квартир никто перепланировок не делает. Но в тех квартирах, которые мы сдаем людям, если вдруг ему что-то захочется, да, у нас нет ни одной капитальной стены внутри квартиры. Это не требует никаких проектных решений и изменений, несущих строительных конструкций. Потому что это все перегородка, это все тонкая-тонкая перегородка, которая легко демонтируется. И вы можете создать свое собственное пространство, то, как вы считаете нужным для себя. Это не затратно, это быстро и это легко. И это самое главное, абсолютно законно. Дальше все несущие стены у нас вынесены на внешний периметр здания. Либо на коридоры общего пользования, либо на межквартирные стены. То есть мы продумываем каждую деталь с точки зрения надежности. Надежность – это для нас самое главное. Как в концепции Smart 2.0, так и вообще в строительстве. Потому что то, что уделяется вопросу безопасности в наших домах, это одни из главных вопросов, которые у нас есть. Когда мы говорим с вами про высотное дымостроение, это обязательно наличие эвакуационных лестниц, незадымляемых лестниц. Обязательно. Это обязательное количество, минимум два гидранта. Те, которые гидранты в подъездах. Это гидранты общего пользования. Это мини-гидранты в каждой квартире. Это датчики, это противопожарная сигнализация. Это подпор воздуха, это система дымоудаления, это система вентиляции. Мы уделяем этому первостепенное значение. И это для нас одна из самых главных задач при строительстве домов, чтобы они были безопасными. Мы их не только задумываем такими, мы их такими и делаем. Дальше. Еще очень важный вопрос. Это изменение еще лучше и улучшение тех зон, которые есть. Например, котел у нас в концепции Smart 2.0 висит всегда в рабочей зоне кухни. Мы привыкли к тому, у кого есть квартира с квартирным отоплением, котел, как правило, стоит около балкона. У нас же котлы всегда стоят в рабочей зоне кухни. Что на самом деле, опять же, не крадет объем. Что делает удобным и что делает безопасным. Мы используем на сегодняшний момент трубы только из шитого полиэтилена. Мы используем этот новый материал. Он надежней, он долговечней. И там есть такая штучка, когда переходим из сезона в сезон, из-за отсутствия резиновой шайбы, здесь он обжимается труба, трубы не текут. То есть, это еще и удобнее и комфортнее. Мы используем только ГОСТовскую, мы используем только проводку по ГОСТу. Никаких тушных проводов. Только надежность. Только качество. Мы используем на сегодняшний момент во всех наших домах только бесшумные канализационные трубы. Сэндвич трубы. Ну и таких, вы знаете, вот таких вот улучшений, их не с числа, их очень много. Квартиры редких форматов. Это те квартиры, например, у нас есть квартиры, в которых есть окно в ванной. Причем настоящее окно. У нас есть квартиры, в которой рабочая зона кухни расположена. И хозяйка, когда занимается, даже посуду можно мыть напротив окна. То есть, вот прямо окно будет перед вами. Вы сможете резать, готовить еду. Ваша рабочая зона, да, то есть, тех людей, которые занимаются кулинарией, она расположена напротив окна. Это, во-первых, и светло, и комфортно. Ну, красота видов, да? Красота видов, конечно. Особенно видов с верхних этажей. Это вообще просто просто... Здесь город как на ладони. Это сумасшедше красиво. Кстати, вы знаете, вот там много упреков в наш город. Когда я захожу к нам на 25-26 этаж, вы бы знали, какой у нас красивый город. Он красивый и зеленый. И еще с этой высоты он очень маленький. Так что его надо беречь. Не могу не спросить, откуда вы берете идеи? Ой, базой для нашего предприятия самая, то есть, вы знаете, база. Это является крупнейший в Центральной России проектный институт. У нас инженеров-проектировщиков, те, которые работают в нашем проектном институте, это более 100 человек только инженерного состава. Поверьте, такого рода организаций в Рязани нет. Это раз. С точки зрения проектных работ и продуманности решений, продуманности и надежности всех конструкций, продуманности решений и так далее. Но, поверьте, такого рода предприятий в России их немного. Поэтому базой для нас являются... Они занимаются не только проектной деятельностью, они занимаются научной деятельностью. То есть, они идут вперед. Там молодая команда, которая, в общем-то, действительно молодцы. Это новая ротация, это будущее. И нам очень приятно работать с этими людьми. Основой всего этого являются они. Плюс к этому основой является наш коллектив. Потому что это люди действительно самоотверженные, действительно преданные своему делу. И один из главных принципов для нас являются профессионализм и неравнодушие. И люди работают на результат, потому что им это интересно. Потому что они это любят. А когда ты любишь свое дело, то все получается здорово. Александр Иванович, еще один очень важный вопрос. Это изменение в федеральный закон 214. Не могу об этом не спросить. Что вы об этом думаете? Что скажете? Наша компания абсолютно законопослушна. И мы будем действовать в связи с изменившимся законодательством. Но многих вещей пока мы не понимаем. Многие вещи требуют разъяснения. Но вот те изменения, которые мы читаем, с первого взгляда вызывают, в общем-то, одно. Когда мы считаем экономику, то при отмене долевого участия в строительстве себестоимость проекта, себестоимость самого строительства, себестоимость данного бизнеса, я говорю о себестоимости, возрастет где-то, по моей оценке, минимум на 40%. А плюс к этому на сегодняшний момент дорожает бензин. Все об этом знают. Подорожал бетон. Бетон с начала года подорожал на 20%. Подорожала арматура, подорожала все инженери, потому что инженерия, она привязана к курсу пары евро-доллар. Потому что это, как правило, это за позиции, которые я говорю, Анфос, Данфос. Да и там очень много всего, то, что привязано именно к доллару. То есть это все дорожает. И я просто смотрю на ту ситуацию, как она развивается. К сожалению, мы стоим на пороге, на мой взгляд, удорожания себестоимости строительства жилья. Действительно серьезного. И поэтому мои, наверное, рекомендации в данной ситуации, не те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, сделать это именно сейчас. Потому что ипотечная ставка сегодняшняя, современная, плюс современные цены, которые еще пока за этим изменениями не успели, дают, на мой взгляд, на сегодняшний момент наиболее комфортное условие для приобретения. Спасибо вам большое, Александр Иванович, за то, что пришли и ответили на вопросы. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова